Отключение электроэнергии по-прежнему болевой вопрос для Анапы. Энергетикам не ставят в упрек плановый ремонт объектов энергохозяйства. Все понимают, что это работа на перспективу. Но, как показывает практика, чаще причиной отключения света становится аварией. На прошлой неделе из 14 отключений по линии анапских районных электросетей только три были плановыми. Еще один показатель, который не говорит в пользу энергоснабжающих организаций. Число потребителей, попадающих в зону аварийных отключений. 16 февраля 2015 года до 10 часов 17 февраля количество людей, попавших под отключение при плановых работах, составило 10 055 человек. А количество людей, попавших под отключение при аварийных работах, вот думайте цифру, 45 546 человек. Страшно подумалось, что наступает время курорта, и все эти окна загорятся, я имею в виду, мы начнем потреблять электроэнергию и другие виды. А если сейчас у нас еще не курортный сезон, и такие массовые отключения, большие отключения, что будет с летом? Первый заместитель главы Светлана Яровая поручила руководителям Кубанэнерго и НЕСК предоставить информацию, где идет реализация инвестпрограмм. Не за горами напряженный период, курортный сезон. Исключить перебои в энергоснабжении максимально, насколько это возможно, приоритетная задача. От энергохозяйства к хозяйству городскому. Совсем скоро настанет пора субботников. Уже сегодня надо продумать детали благоустройства любимого города. Отдельное поручение произвучало для главного архитектора Марина Марченко. Предложение по микрорайонам, где мы можем организовать сквер. То есть именно по жилым микрорайонам. То, что мы приводим в порядок и будем делать, это понятно, центр города, курортную часть, это даже не подлежит сомнению. Но точно так же необходимо обратить внимание на микрорайоны, в которых проживают наши жители. И уже не поручение, а требование к застройщикам ввести прокладку коммуникации, соблюдая все правила благоустройства. Управление ЖКХ должно провести очередную ревизию разрытий в городе. Должны быть ограждения. Как у нас уже вчерашний день, ленточки какие-то невонятные. Специально существуют ограждения, которые при разрытии используются, желательно, с какими-то, может быть, светоотражающими для вечернего времени приборами. Нету ограждений – зарывайте. На общегородском планерном совещании говорили и о реконструкции сквера боевой славы. Уже на этой неделе там начнутся подготовительные работы. Продолжение следует...